Дайджест недвижимости Крик очень грамотно подошла к вопросу стоянки для автомобилей жильцов. Одно парковочное место полагается на одну квартиру. Это делается для того, чтобы места хватило всем. Жилье малоэтажное, а значит воздуха в микрорайоне будет много. Квартиры в Черемушках доступны практически для каждого. Кроме низких цен, ипотечная корпорация предлагает также и низкую ставку по ипотеке. А молодежь будет приятно удивлена различными социальными программами, которые предлагает компания. Телефон для записи на консультацию 25 10 10. Подробности на сайте ипотека43.рф. Дайджест недвижимости Эксперты из Москвы проверили проблемный дом в Ленгасово. Комиссия фонда содействия реформированию ЖКХ встретилась с жильцами дома по адресу молодежный проезд 1А в Ленгасово. Она проинспектировала имеющиеся жалобы. По итогам работы комиссия сделала заключение, что дом находится в нормальном состоянии, а имеющиеся замечания поручили устранить. Ситуация находится на контроле у зампредседателя правительства области Алексея Кузнецова. Напомню, проблемы в доме для переселенцев из ветхого и аварийного жилья выявились весной этого года. Грунтовые воды стали подтапливать подвал. Причиной специалисты называли то, что дом стоит в низине, где грунт содержит много воды. Пол подвала забетонировали. Кроме этого были оборудованы уклоны для стекания воды и специальные приемники, откуда вода откачивалась с помощью насоса. Сейчас большая часть подвала находится в сухом состоянии, но решить проблему полностью, к сожалению, не удалось, сообщают в городской администрации. По всем этапам устранения замечаний городские власти теперь будут отчитываться непосредственно в фонд. При этом замглавы администрации города Роман Морозов подчеркнул, что речи об аварийности здания не идет и никакой опасности для проживания в нем нет. Дайджест недвижимости На 2600 рублей за квадратный метр снизилась стоимость на рынке новостроек в августе. По данным портала rosnet.ru в прошлом месяце квадратный метр в среднем обходился в 41 543 рубля. При этом самое дешевое предложение 24 тысячи рублей за квадрат было в микрорайоне Озеркино Павла Корчагина. Самое дорогое – 60 500 на улице Сурикова, 11. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости